Благословенного дня! Какое благословение! Открывать с утра свои глаза и спрашивать себя, и почему я такой счастливый? А потому что я люблю и я любимый. Колоссянам 1, 27. Какое богатство, слава в тайне сей для язычников, в которой есть Христос в вас, упование славы. Вы знаете, драгоценное, Христос в нас, аллилуйя. И как далее идет продолжение у апостола Павла в Колоссянах 3, главе 3 стихе, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Мы сокрыты во Христе, мы защищены в нем. И вот знаете, драгоценное, что я хочу сказать? Прекратите заниматься ерундой, сражаясь и воюя за присутствие Божье в вашей жизни. Драгоценное, когда наши дети просыпаются утром, они, знаете, не исповедуют правильное исповедание, бубня себе под нос, что родители со мною, родители со мною. Нет, они уже просыпаются в присутствии своих родителей, точно так же, как и родители, просыпаются в присутствии своих детей. А в Боге еще глубже, драгоценное, аллилуйя. Мы засыпаем с Ним, мы спим с Ним, аллилуйя. Мы просыпаемся с Ним, мы им живем, двигаемся и существуем. Поэтому, знаете, драгоценное, я хочу сегодня сказать, расслабьтесь. Потому что Галатам 2 глава, 19 стих, говорит нам о том, что уже не ты живешь, а живет в тебе Христос. И это говорит нам то, что вызовы этого дня, вызовы любых дней, это вызовы Иисуса Христа. Наша проблема, это Его проблема драгоценная. И Он тебя никогда не оставит, потому что Он живет в тебе, ты в Нем, потому что Сам себя Он оставить уже никогда не сможет. И еще хочу повторить, прекрати сражаться за присутствие Божьего в твоей жизни. Просто находись в присутствии Божьем в своей жизни. И пусть это будет базовая точка отсчета. Каждого дня, начиная с присутствия Божьего, аллилуйя, жить жизнью Иисуса Христа, слышать Его, чувствовать Его, как Он поведет, так и двигайся, так и живи, аллилуйя, так и побеждай, потому что ты всегда победитель, а не побежденный, потому что Христа победить никто не сможет. Будьте благословенны, с любовью, аминь.